Стефания Перхова Я играла на нем, иногда там, ну, по чуть-чуть, и мама сказала, может, ты пойдешь в музыкальную школу. Когда мы в Минске ездили играть, то со мной была моя вся семья, брат, мама и папа, ну и учитель. Ежегодно 8 ноября отмечается День пианиста. Искусный музыкант – это не только талант и практика, но и большой вклад требовательного педагога. В детской школе искусств имени Оловникова таких почти 90 человек. Преподаватели занимаются с ребятами от 6 лет. Обучить нотам – не единственная цель. Здесь же осанка, руки и пальцы. Юные маэстро начинают с простых произведений. Этюд Карла Черни – программа для первого класса. Сначала изучают партии для правой и левой руки, затем соединяют и получают шедевр. В программе помимо индивидуальных занятий – сольфеджио, музыкальная литература и хоровое пение. Обучаются в школе по классу фортепиано почти 200 человек. Многие из воспитанников – участники городских, областных и республиканских фестивалей. Отдельная гордость – конкурс пианистов имени Оловникова. В этом году в нем приняли участие свыше 120 ребят со всей страны. В школе у нас 10 отделений. Это фортепианное отделение, это теоретическое отделение, это струнно-смычковое, где обучают игре на скрипке, в ланчеле, контрабасе, это струнно-щипковое, домра, балалайка, гитара, это отделение баян-аккордеон, это отделение струнно-ударное, обучение на цимбалах, это отделение духовых и ударных инструментов. Учреждение обучает юных музыкантов уже почти 50 лет. Сейчас их больше 750. Одни занимаются для удовольствия и общего развития, другие планируют продолжить карьеру на профессиональной сцене. Не исключено, что когда-то и произведения Стефании Перховой станут знаменитыми на весь мир. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.